21 июня состоялась 37-я сессия Новомихайловского городского поселения Туапсинского района. Депутаты рассказали о проделанной работе за 2015 год и обсудили ряд изменений в документах. О чем шла речь и что было на повестке дня в репортаже нашего корреспондента Веры Голямшиной. Я вношу предложение начинать работу. Кто за это, прошу голосовать. Против, задержавшись. Прекрасно. Сессия народных избранников началась с отчета о проделанной работе. За 2015 год административная комиссия провела 48 заседаний. 210 протоколов были рассмотрены как административное правонарушение. Всего было вынесено решение на общую сумму штрафов в размере 381 500 рублей. Продолжают восстанавливать свой фонд библиотеки Новомихайловского района после наводнения 2012 года. Число книжных экземпляров возросло порядка 50 тысяч. Соблюдаются нормативы обеспеченностью библиотеками за исключением села Плехо. В нем проживает 1325 жителей, но в поселении до сих пор нет даже стационарного пункта выдачи книг. Добровольная народная дружина отчизна весь прошлый год ежедневно осуществляла охрану общественного порядка, являясь помощниками участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних. «Были усилены мероприятия под Новый год с 1 января по 12 января. Были усилены мероприятия, приручены операция память. Это с 1 мая 2015 года по 10 мая 2015 года по охране памятников культурного наследия временно-норечной войны. Выпускник операции проводил с 19 июня по 23 июня. Операция подросток проводилась в течение всего лета с 1 июня по 1 сентября». Далее народные избранники приступили к обсуждению поправок юридических документов и положений. Была затронута тема о земельных участках, которые предоставляются семьям, имеющих трех и более детей. Их список должен расшириться и пополниться новыми территориями. «На текущий момент в этом перечне уже находятся 4 участка. Сейчас этот перечень добавляется земельным участком с катастрофом номером 23-33-08-02-001-362, в ауле ПСБ, улица Мостовая, участок 1, площадью 1500 метров». Также были рассмотрены изменения бюджета новомихайловского городского поселения на 2016 год. В связи с установкой локальных очистных сооружений в селе Ольгинка и ливневой канализацией по улице Ростовская в поселке Новомихайловском требуются дополнительные средства. Поэтому было предложено сделать корректировку в виде экономии на содержание внутрипоселковых дорог общего пользования и по обслуживанию сетей уличного освещения. Также затронута тема размера базовых ставок и платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма. Расчет ставки сложился в размере 8 рублей 70 копеек за один квадратный метр в месяц. В ходе сессии депутаты обсудили 11 вопросов. Все они тщательно были рассмотрены комиссией, вынесены на повестку дня сессии и приняты народными избранниками единогласно. «Плодотворно поработали комиссиями перед тем, как вынести все вопросы на сессию. Были рассмотрены, все вопросы были удовлетворительны, доложены администрацией. Поэтому на пятерку все спокойно и хорошо».